Добрый вечер всем. Добрый вечер. Здорово, что вы пришли. Спасибо, что выбрали среди огромного количества мероприятий, которые ежедневно в Минске происходят, снова события в пресс-клубе. Я от лица всей команды вас сердечно приветствую. И напоминаю, что сегодня у нас открытая летучка с руководителем интернет-портала про бизнес с Виталием Вольнюком. Можно его поприветствовать. Я думаю, будет приятно. Добрый вечер. Напомню буквально в двух словах, что такое открытая летучка. Раз в месяц мы встречаемся с редакциями, с руководителями редакции самых, как нам кажется, ярких и важных на сегодняшний день СМИ в Беларуси. Спрашиваем их о том, что они делают, как они это делают, какими ресурсами, зачем они занимаются медиа в Беларуси и во что они верят, как они видят наше медиапространство в будущем. Виталий сегодня расскажет про свой проект, про бизнес. И я напомню немного структуру мероприятия. Сначала мы полностью отдадим спикеру, скажем так, микрофон. А во второй части, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Только напоминаю, что мы передаем микрофон, точнее буду его передавать я, чтобы ваши вопросы также оставались в записи для будущих поколений, для нас, для лучшего будущего. В общем, Виталий, начинайте. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. В числе ярких СМИ очень приятно. И очень приятно, что, несмотря на такую отличную погоду, в зале вас так много, это обязывает, чтобы провели время интересно и полезно. Можно уже присесть, да? Ну и вдвойне обязывает то, что мы сейчас пишем для будущих поколений, поэтому постараюсь какие-то пару мыслей в вечность транслировать, ну и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Я подготовил совсем короткую презентацию, если можно запустить сейчас на экран, чтобы ввести в контекст, поделиться, может, какими-то инсайтами, которые мы еще не озвучивали, рассказать о про бизнес, о нашей команде, о наших взглядах на медиа, о наших взглядах на том, как сегодня современные журналисты должны работать и как должна развиваться медиа. И после этого я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, абсолютно любые, самые откровенные. Ну и буду рад, если будете сегодня активны. Мы сейчас готовимся к интервью с Марком Цукербергом. Вот моя коллега Анастасия в зале присутствует, Бондарович, журналист про бизнес. И мы с ней в одной группе занимаемся английским языком. Значит, у нас был курс в презентейшн. Там учат, что должно быть не больше пяти строк. В каждой презентации, в каждой строке не больше пяти слов, потому что когда много текста на экране, это плохо. Вот у меня четыре пункта. Я расскажу сегодня о том, что здесь написано. Начну с себя. Справа я, слева Дмитрий Альфер, главный редактор про бизнес. Если будут вопросы какие-то к редакции, я постараюсь ответить и что-то могу изоочно передать ему. Я журналист по образованию, к сожалению, потому что мне кажется, образование достаточно бестолковое, журналистское. Но, тем не менее, я поступил на журфак, хотя учился в физико-математическом классе. На журфак БГУ в 2001 году. И играл в шахматы за сборную БГУ. И благодаря этому у меня была очень хорошая стипендия. То есть я до четвертого курса практически не работал. Все мои сокурсники уже подрабатывали, практиковались в газетах, на радио, телевидении. Интернет тогда был слабо развит еще. Меня стипендия демотивировала. То есть я, в принципе, мог пить пиво, хорошо проводить время и, в общем-то, каждый месяц в окошке получать деньги. И так длилась до конца четвертого курса. И уже остро вставал вопрос профессионального будущего. И тут произошло такое интересное событие. Черный лебедь, наверное, в жизни. На журфак пришел главный редактор Советской Беларуси Павел Изотович Якубович. Ну и, конечно же, все студенты так довольно агрессивно, многие студенты довольно агрессивно набросились с критикой на газету. Я в том числе. Меня интересовала экономика. Мне очень не нравились статей экономической тематики. Ну и Павел Якубович сказал мне, юноша, захотите ко мне на приватную беседу. Я зашел к нему и задержался на 7 лет в газете «Советская Беларусь». Когда я пришел, он позвал своего заместителя и сказал, что у нас тут с экономикой полная лажа в газете. Вот пришел молодой человек. Ну и после этого уже как бы это было слабо. После этого не остаться и не показать, как надо, было нельзя. И я остался. 7 лет я проработал в газете и 5 лет из них в президентском пуле. То есть мне повезло видеть Мамара Каддафи, Угу Чавеса, Ахмадини Жада, Путина, Януковича и многих других интересных ныне живых и уже тех, кто в истории личности. И я считаю, что это был интересный, очень увлекательный опыт. Ну, после 10-го, 11-го года молодое поколение, как-то у нас произошло прощание с иллюзиями, и мы потом перешли кто куда в другие частные компании, я в том числе. А в 12-м году я пришел на Тутбай, редактором Finance Тутбай. И знаете, что интересно? Вот мое поколение, оно такое переходное из эпохи Гутенберга в эпоху Цукерберга. То есть, когда я поступал на журфак, в принципе, ну, Mail.ru был, у меня там даже адрес был какой-то на Mail.ru, но вы помните, если кто-то помнит интернет 2001-го, там, 2000-го года, это что-то такое, что трудно представить тем, кому сейчас там 23, наверное, 22 года, да. То есть, были газеты, были журналы, и мы в студенчестве проводили много времени, не читая подшипки газет в библиотеке журфака. И как-то работать в большой газете было престижно. Но вот эта технологическая смена прямо на наших глазах, то есть, те проекты там, онлайнер Тутбай, которые оказались что-то такое, где-то там с краю, у обочины, что-то такое не очень серьезное, какие-то ботаники в свитерах ходят на пресс-конференции, что-то пишут в интернет. Это вот было, когда я еще работал в газете, и вот буквально на наших глазах произошла такая смена парадигмы. То есть, вот эти онлайн-проекты, они стали большими, они стали очень влиятельными, а влияние и, наверное, и тираж, аудитория печатных СМИ вот на наших глазах резко начала схлопываться. И поэтому я понял, что надо идти в интернет, потому что интернет развивается, аудитория растет, что я много чего не знаю, и надо обучаться технологиям. В общем-то, я пришел редактором финансы, потом я был главным редактором бизнес-новости, тоже онлайн-проект. Ну и в 2014 году я вернулся на Тутбай, и мы встретились с Сашей Чеканом, тогда он был генеральный директор Тутбай, а сейчас представитель Савета директоров Тутбай Медиа, вернулся с идеей, что вот, Александр, давай подумаем, не хватает чего-то такого для бизнеса, чего-то такого, чего еще нет. И мы, значит, долго катались на машине по городу, обсуждали, чем мы будем отличаться от всего, что есть, потому что были еще газеты, ну и сейчас есть и бизнес-порталы, и так ничего толкового не придумали, но идея, она засела, что вот чего-то не хватает. Ну и потом, кто, знаете, бизнес-инсайдер портал, да, американский наверняка, ну если не знаете, почитайте, тогда вот в узких кругах еще в наших набирал этот портал такую известность, популярность, что новые формы работы, новая нескучная подача информации, и тут вдруг щелкла лампочка, что надо бы делать бизнес-инсайдер в Беларуси, что вот такого в Беларуси еще нет, этой модели. Тогда еще вот эти там пять советов, семь лайфхаков, это только еще зарождалось, сейчас уже все районки так пишут в таком стиле, уже это такой мувитон. А тогда это была новая волна, которая еще только поднималась, у нас еще в СМИ были классические достаточно форматы подачи информации, ну и стало понятно, что вот что-то такое новое, поднимающаяся волна, надо ее ловить срочно. И в 2014 году мы запустили про бизнес, пытаясь сделать клоун бизнес-инсайдера в Беларуси. Но по факту получилось следующее, что аудитория как-то наша или умнее оказалась, или мы стали меняться, но стало понятно, что вот эти пять историй, семь фактов отработали, и надо что-то более глубокое, надо какие-то вот интересные человеческие истории, интересное интервью. Ну и потом совершенно спонтанно мы начали проводить встречи оффлайн, вот как сейчас с вами, и оказалось, что этот формат востребован, и оказалось, что из этого формата можно делать очень интересный контент. И, собственно, у нас вот оффлайн – это как для некоторых СМИ Facebook, то есть это еще одна платформа, она такая же медиаплатформа для нас, как и Facebook, как и ProBusiness.by сам сайт. Я уже перехожу к следующему пункту своей презентации, собственно, про бизнес. В прошлом году мы проводили форум «Бизнес будущего», вот Prime Hall, бизнес-событие, собрало 800 человек. Это было наше крупнейшее событие за все время, но вот в этом году у нас предстоит большой форум с Насимом Николасом Талебом, и мы планируем собрать 2000 человек. Мы верим, что когда-то мы соберем Минск-арену на бизнес-событие. Это такой большой бизнес-концерт будет с мировыми звездами, может быть, с Марком Цукербергом. Но это такая хорошая, очень бодрящая нас цель. И, в общем-то, про бизнес мне трудно называть это изданием или трудно называть это интернет-ресурсом, потому что мне кажется, это как-то узко. Я вот долго думал вообще, как это определить, и у меня родилось такое определение комьюнити-медиа. То есть вот есть нишевые медиа, а нишевые – это когда есть какая-то тема, вот лесная газета, пишет для тех, кто работает в лесной отрасли и связан с ней, они объединены одной темой. Есть медиа, которые сервисные. Например, портал Тутбай – это сервис, потому что у вас есть потребность каждый день узнавать новости. Они как-то влияют на вашу жизнь, как-то меняют картину мира, и вы, в общем, скорее всего, пользуетесь новостными порталами каждый день. В какие-то времена несколько раз в день, в какие-то времена через день, но это как сходить за едой в магазин. А есть комьюнити-медиа. Например, вот Эдмиру и ряд других, и про бизнес, наверное, в том числе. Это медиа, которые объединяют… Это люди, у которых есть некая общая ценность. Вот есть некая общая ценность, они совершенно разные, но вокруг этой ценности они как-то объединены, производится контент, как-то этот контент распространяется, какие-то активности происходят и так далее. И вот в отличие от нишевого медиа нет вот этой вот рамки, какой-то узкости. То есть комьюнити-медиа может быть огромным. Например, Эдмиру, их идея в том, что вот тиражировать прекрасно, тиражировать то, что способствует креативу, какому-то позитиву, хорошим эмоциям. И, в принципе, Эдмиру читают там, судя по моей ленте Фейсбука, от топовых белорусских бизнесменов до домохозяек и так далее. Это комьюнити. Это комьюнити объединяет склонность к тягам, к прекрасному, тяга к чему-то творческому, к такому интересному. А в случае с пробизнесом у нас ядерная ценность, как мы ее сформулировали, это проактивность. То есть проактивный образ жизни, предпринимательство как стиль жизни. Потому что проактивность – это когда мы в любых обстоятельствах ищем возможности, и когда мы в любых обстоятельствах их находим, и не сетуем на обстоятельства, а ищем как вот свою жизнь, жизнь окружающих формировать к лучшему. Собственно, вот это объединяет тех людей, которые занимаются бизнесом или стартуют свой бизнес. И они, может быть, даже иногда не бизнесмены наши читатели, но они по своему складу или по своим устремлениям, они люди, которые скорее проактивные. То есть они не будут жаловаться на форуме, как все плохо, потому что от этого ничего не поменяется в их жизни. Они будут искать возможности. И вот это ядерная идея. А платформы для того, чтобы эта комьюнити общалась между собой, генерировала контент, обменялась контентом, они, как я уже говорил, разные от больших офлайн-событий до более таких клубных форматов, там 100-200 человек. как онлайн, фейсбук, вайбер, то есть мультиплатформенность. Изначально мы сформулировали три заповеди. Правда, наверное, как конституцию надо будет пересматривать некоторые заповеди, выносить их на редакционный референдум. Но они были на тот момент оправданы. Первая заповедь была, что мы совершенно разделяем бизнес и политику. Потому что на тот момент, когда мы начинали, очень много про бизнес писали в политическом контексте, что нужны реформы, что бизнес в тяжелом у нас положении и прочее, прочее. Но мы понимали, что новизны в этом нет, мы будем 11-м или 12-м изданием, которое будет писать что-то похожее. И нам показалось, что очень много интересного происходит в кухне бизнеса, внутри бизнеса. Как люди проекты делают, как они мотивируют друг друга, как они проваливают какие-то вещи или как они добиваются успеха, что при этом чувствуют, что при этом переживают, какие эмоции. Нам показалось, что вот эта внутренняя жизнь бизнеса, она как-то не раскрыта вообще в медиапространстве. Ну и, скорее всего, я полагаю, цифры говорят, что где-то мы попали, мы поняли, что это действительно тема есть и она недораскрыта или не раскрыта. Второе наш постулат – это разделять редакционную коммерческую работу. Но он такой достаточно стандартный для медиа. Нам часто задают вопрос, вот у вас появилась интересная статья про конкретную компанию, сколько вам заплатили. Мы говорили, говорим, будем говорить, что если это появилось в редакционном контенте, это всегда 0 рублей 0 копеек, это всегда бесплатно. Значит, этот контент интересен, значит, мы посчитали, что этой истории стоило поделиться со всеми читателями. Но все, кто постоянно звучат предложением, сколько будет стоить попасть на титульную про бизнес или в ваши редакционные контенты, всех отправляем в рекламный отдел. Хотя некоторые медиа, не только в нашей стране, они, конечно, в постсоветских странах грешат тем, что смешивают вот эти вещи коммерческие и контентные. Мы их категорически разделяем. Ну и третье, третий постулат – это сохранять уважительную атмосферу. Всякие личностные комментарии мы сначала жестко банили, сейчас их становится все больше и больше, что-то не сразу баним, но все равно баним. Ну и считаем, что, в принципе, вот как бы агрессии и дурак, сам дурак, его хватает в медиапространстве, и мы хотим некую экологичность сохранять. То есть дискутировать можно, остро дискутировать можно, но при этом и в комментариях, и в фейсбуке, и в комментариях, и в принципе в материалах на портале все-таки должна быть какая-то культурная атмосфера, взаимовеждая, взаимокорректная. Это вот три постулата. По поводу политики она стала очень активно где-то проникать в последние годы в бизнес. Какие-то колонки околополитические все равно у нас появляются, ну а два остальных постулата, они такие незыблемые. Ну, по редакционной кухне я расскажу, думаю, потом уже в вопросах-ответах более подробно. Хочу поделиться несколькими мыслями про медиа. Вот мне кажется, что это самый гениальный медиапредприниматель, Марк Цукерберг, потому что, анализируя его модель, когда-то я понял, что мы все, поднимите руку, кто не пользуется фейсбуком. То есть, ну, отлично. То есть, вы все создаете, вы все внештатные авторы Марка Цукерберга, я тоже, да, причем бесплатный. Я ему пишу там по несколько постов в день, иногда там в неделю, но я и читаю это медиа, и более того, мы еще платим Марку, чтобы какие-то классные посты вы видели чаще или больше охват их был. То есть, сами пишем, сами читаем, еще сами за это платим. Ну, как бы гениальной модели просто, мне кажется, за все существование человечества в медиа не было. Что я думаю по поводу белорусского медиапространства, белорусского медиарынка? Если вы, кто-нибудь хочет вообще сделать бизнес в медиасфере, если есть такие, поднимите руку, если нет, то я тогда пропущу эту часть. Ну, сделать бизнес из медиа, сделать классные медиапроект и монетизировать его. Хотите, да? Есть мечта. Есть мечта, отлично. Ну, трезво говоря, на белорусском медиарынке вот именно в такой стандартной рекламной модели, что есть медиаплощадка, есть там баннерная реклама, какие-то спецпроекты, мне кажется, что можно сделать хороший проект для самозанятости, чтобы там зарабатывать на хлеб и там на отдых в году, но бизнес уже в традиционной модели не сделаете. Почему не сделаете? Я почему не сделаю? Потому что узкий рынок, он уже поддельный, в принципе, он поддельный, да? В Facebook и Google в Польше, там, в западных странах 70% рекламного рынка держат, и доля это растет, то есть они там давят локальные площадки. У нас доля Тутбай, онлайнера, Куфора, она там пока вроде как контрольный пакет на рынке еще, но все равно даже локальные игроки не очень большие, и можно создать какую-то тематическую или интересную площадку, но это там площадка будет с оборотом 100 тысяч долларов в год, если очень повезет и все сложится как надо, 200 тысяч долларов в год. У вас будет там редакция, несколько человек, вы будете как основатель и руководитель, наверное, но это самозанятость, то есть как бы бизнес, там даже уровня Тутбая или онлайнера, я думаю, что вот в такой рекламной модели сегодня построить уже поздно, надо было раньше начинать, это плохая новость. Есть две хорошие новости, на мой взгляд, первая хорошая новость в том, что само понятие медиа очень сильно трансформируется, и сегодня медиа идут в те сферы, куда они не шли раньше, и источники монетизации, они тоже сегодня могут быть самые разнообразные, например, вот про бизнес, большую часть выручки нам приносят именно оффлайн-события. Это билеты и партнерские пакеты компаний, которые продвигают себя в оффлайне как рекламодатели, по сути, та же реклама, но в формате именно оффлайна, и это какие-то новые мы открываем здесь небольшие, но горизонты. Наверняка можно еще думать про какие-то модели, потому что, например, онлайнер – это в большей части каталог, но есть какое-то контентное облако, люди приходят, его читают, потом покупают телефон и все это монетизируется, развивается и так далее. То есть надо вот именно думать, как совместить медиа и какую-то традиционную сферу. То есть, как он сейчас говорит, возьмите искусственный интеллект, возьмите любую традиционную сферу, совместите, и вот вам стартап, возможно, миллиардный. На ближайшие пять лет такая большая тема. То же самое в медиа. Возьмите какую-то сферу, я не знаю, медицину, например, подумайте, как ее накрыть хорошим медиаоблаком и зарабатывает на какой-то стандартной услуге, но благодаря тому, что у вас хорошая генерация входящих клиентов и так далее, вы можете действительно из этого построить бизнес, может быть, с оборотом несколько миллионов долларов, но это уже будет что-то похожее на бизнес, а не на самозанятость. То есть смотреть сейчас надо очень по сторонам. Мы интуитивно где-то посмотрели в сторону оффлайна, где-то у нас стало с переменным успехом, но получается, мы поняли, что здесь нам еще есть на белорусском рынке куда развиваться. Но я уверен, что еще много еще не вспаханных делянок на нашем рынке и вот надо смотреть, какие еще темы на стыке медиа и такого оффлайнового бизнеса или традиционного бизнеса найти. Ну и это одна хорошая новость, вторая хорошая новость, на мой взгляд, заключается в том, что когда я работал в газете, как я вам говорил, в 2000-е, дистрибуция контента какая была, кто работал, тот помнит, то есть значит полосы подписаны, внесли в типографию, в типографии их отпечатывали, потом на машинах развозили, потом в Белсоюз печать или там Белпочта приносил домой, то есть при такой дистрибуции вы со своим контентом за пределы страны далеко не выйдете, если выйдете и там на таможне пропустят, то ну доедете там до соседней страны и все, скорее всего. А сейчас благодаря марку, благодаря там разным медиаканалам, по сути, если у вас классный контент, его можно тиражировать на любой рынок, то есть это вот как история с маскарадом, если классный контент, то завтра про него узнают весь мир, все же репостят, делятся им и так далее. И это открывает совершенно новые возможности, то есть медиа, по сути, это становится как продуктовой компанией в IT, когда надо искать, надо думать, что делать на большие рынки, потому что мы как-то вот, и я в том числе, наверное, какое-то время был очень зациклен, вот что бы сделать на белорусском рынке. Вот если бы сейчас начинался про бизнес, мы бы сразу смотрели вовне, все равно рынок маленький и надо смотреть, ну как минимум там на русскоязычный весь рынок, вот хороший пример, на мой взгляд, Tiger Milk, если слышали про этих ребят, да, которые там, их аудитория под 50 миллионов, ну вот нашли вот такой формат делать рецепты и тиражировать их в ВКонтакте, Фейсбуке и так далее, построили успешный бизнес. Если выйти на Запад, в том числе они и Дмитрий Навоша, например, Sports.ru, он тоже сейчас выходит на Запад, ну там совсем другие рекламные деньги, там совсем другие возможности, то есть они делают спортивное приложение, например, наверняка в вашей теме можно тоже что-то делать на Запад и если там получается, то вот это совершенно другой порядок всего, порядок всего. Вот, поэтому думая про медиабизнес, то есть надо смотреть либо на нашем рынке, на мой взгляд, не на стандартную рекламную модель, потому что не заработаете во много на ней, поздно, либо искать что-то рядом, смежное что-то, либо сразу смотреть на Запад, на весь русскоязычный рынок, то есть сделать что-то на экспорт. Здесь у вас может быть хорошие контейнщики, хорошее производство, но еще надо хорошо, это все, чтобы было маркетинг, хорошая дистрибуция, но делать это все на большие рынки. Вот, наверное, одна из ключевых мыслей, которую бы мне хотелось донести, это то, что голова должна быть повернута вовне. Я приехал недавно из Израиля, и там в принципе проекты, стартапы, они на внутреннем рынке не делаются. Все на внутреннем рынке очень убого, грустно, недавно писал пост, что e-commerce Израиля, интернет-магазины, как в Москве в двухтысячных, то есть убогий дизайн, очень маленькие картинки, 300 пикселей, доставка две недели, там маленький Израиль, потому что все, у кого есть мозги, у кого есть энергия, сразу делают проекты на большие рынки, на Америку, Китай, Африка, Европа и так далее, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, мы живем сейчас в очень интересное время, потому что совершенно изменилась дистрибуция контента, хороший контент, вирусный контент и правильно еще продвигаемый контент может распространяться быстро на любой рынок, и это открывает перед медиапредпринимателями совершенно новые возможности, чем были 10-15 лет назад. Ну и про людей, самое главное, это вот наше новогоднее фото, здесь не все люди, нас уже 8 человек, мы начинали вдвоем с Дмитрием, который был на первом слайде, сейчас у нас 8 человек, 4 из них редакция, 4 вместе со мной, это события про бизнес, вот, и мне кажется, что нынешнее время и к людям, и в медиасфере предъявляет как бы следующее требование. Очень важно, чтобы была, на мой взгляд, у журналиста сегодня высокая планка амбиций, то есть, чтобы мы как бы думали, вот, как делать проекты мирового уровня, вот, например, то, что очень драйвит нас про бизнес, что делая большие форумы, мы где-то там приближаемся к чему-то, что можно назвать, что это не просто локальный уровень, а чуть выше, то есть, мы вышли в лигу чуть выше местной лиги, там, это очень вдохновляет, да, когда на события прилетают люди из других стран, то значит, что-то, какой-то продукт мы делаем, который интересен им. Ну и, собственно, чтобы делать амбициозные продукты, нужны амбициозные люди, которых, которые не будут смотреть узко, а будут смотреть широко и постоянно повышать эту планку. И еще очень важно, как мне кажется, вот, поскольку постоянно приходится учиться, все очень быстро меняется, вот, есть хороший английский термин opened madness, да, то есть, как бы, открытый, восприимчивый ум ко всему, способность постоянно учиться, трансформироваться, меняться, потому что скорость изменения, она драматически растет, и в медиасфере тоже, и очень легко стать динозавром и оказаться, как бы, там, на обочине рынка, там, на свалке истории и так далее. Вот, это, с одной стороны, драматично, а с другой стороны, очень мотивирует постоянно учиться, постоянно работать и совершенствоваться. Я думаю, что, пожалуй, все, контакты свои оставил, можете писать в Facebook, в почту, звонить, в любое время предлагать интересные идеи проекта, мы будем рады, ну, и сильным людям мы тоже всегда рады, потому что, как бы, сильный человек, это, на мой взгляд, это профессия, то есть, как бы, как его уже там, чем занять, это второй вопрос, но если есть сильный человек, его надо брать в команду. Давайте, готовы ответить на ваши вопросы, ну, и что-то по ходу, может быть, буду еще дополнять. Спасибо. У нас уже есть первый вопрос, но прежде чем я передам микрофон, возможно, воспользуюсь правом модератора, наверное, задам тоже один. Если мы пойдем с самого начала, не могли бы вы рассказать, проект начинался с двух человек, с двух, в общем-то, сильных личностей, как я поняла. У нас другого выбора не было на тот момент. Что было ключевой, ключевой идеей, вот, подачи вашего медиастартапа, почему в него поверили, почему к нему присоединились новые люди, и что, на ваше мнение, стало вот главным фактором, точкой роста для пробизнеса, почему этот медиастартап не провалился, вырос и сейчас успешно растет дальше? Не, ну, вообще стартапы проваливаются на разных стадиях, но динамика, действительно, что касается роста, она у нас по разным метрикам, пока всегда хочется больше и надо больше, но говорит о том, что да, стартап растет. Я думаю, скорее то, что мы действительно нашли вот какие-то нераскрытые форматы, нераскрытые ракурсы на нашем рынке, мы показали, что бизнес это люди прежде всего, и что их не пять человек, больших бизнесменов, про которых писали все крупные СМИ, а их там, я иногда сам удивляюсь, как у нас их много, и бизнесы есть очень интересные, люди очень разные, ну, и это оказалось востребованным, и, наверное, с этим я связываю быстрый рост, то есть, ну, интуитивно мы, наверное, в свое время попали в то, что вот было еще не вспахано. Ну, повезло, скажем так. Виталий, меня зовут Александр, у меня к вам несколько вопросов, если присутствующие тут не возражают, конечно. первый вопрос связан с тем, что я сейчас как раз хочу отправить вам статью. Направляйте. У меня логично возник вопрос, кому ее направлять, потому что на вашем сайте, вот, скажем, есть ваш адрес, потом есть адрес главного редактора, есть адрес выпускающего редактора, есть адреса нескольких редакторов, поэтому сразу как-то вот непонятно, кому вот направлять ее. Хороший вопрос, на который бы не отправили адрес, она была бы принята, но лучше на сайт, на адрес главного редактора. То есть на ваш, да? Нет, у нас Дмитрий, Дмитрий Альфер, да, потому что с нашим ростом уже я гораздо меньше занимаюсь такой сугубо операционной работой, потому что сначала мы писали с Дмитрием по два материала в день, итого четыре материала, потом мы поняли, что до Нового года надо дожить как-то, с таким темпом могут быть вопросы, и мы поняли, мы писали сами, то есть мы писали как авторы, а потом мы поняли, что вот есть же умные люди, разбирающиеся в разных сферах бизнеса, почему они пишут в Фейсбук, почему они не пишут нам, например. И вот вы один из них, ну, это я рассказываю про модель, что у нас процентов 80, наверное, если не больше контента создаем не редакция как таковая, создают люди, которые внутри бизнеса работают. Мы только помогаем, модерируем, там, редактируем и так далее. Поэтому, отвечая на вопрос, я сейчас уже текущей такой редакционной работой занимаюсь гораздо меньше, другие задачи, поэтому пишите все, пожалуйста, Дмитрию Альферу, его адрес есть на портале про бизнес, а нас раздел. Спасибо за первый вопрос. Второй вопрос. Меня вот интересует, как у вас принимаются решения о том, как публиковать ту или иную статью, которую вам прислали, то ли это коллегиально, либо, например, девушка-редактор, которую отправляют, принимают единоличные решения. Как вот это происходит процесс? Ну, ночами не спим. Кто-то прислал нам статью, как вот принимается решение о том, опубликовать ее или нет? Ну, критерии такие простые. Это не критерии, это происходит коллегиально или вот единолично. А, имеется как мастер-решение? Да. Кто это решение принимает? Ну, как это? Ну, да. Критерии мы формулируем, я еще раз тогда озвучу. Значит, во-первых, эта статья должна ну, нести некий собственный уникальный опыт, то есть это не должны быть там вещи общеизвестные или там общее рассуждение, обязательно должна быть некая добавленная стоимость автора в статье. уникальный опыт. Это должно быть практически чем-то интересно, полезно широкому кругу читателей. Это не должно быть рекламным, то есть что, ну, как бы замечательная компания и мы продвигаем только себя, понятно, что нет сразу. Вот. Ну, и это должно быть просто структурированным, логичным, хотя мы здесь очень сильно помогаем, но это должен быть какой-то связанный тяжелость на текст, потому что иногда бывают тексты бессвязанные. Если этим критериям текст соответствует, то как бы первичный уровень он проходит, ну, проходит, а здесь не зависит от девушки или парень, то есть есть критерии, есть система, и каждый эти критерии в редакции знает, если соответствует, значит, можно брать в работу. Иногда мы, конечно, советуемся, потому что видим, что тема очень классная, и надо здесь подключиться и помочь ее сделать автору так, чтобы это был гвоздь. Иногда видим, что, ну, так себе, что слишком узко, слишком специфично, и вообще как-то даже и в миссию нашу не очень попадается действовать развитию предпринимательства и формировать сообщество белорусского бизнеса, и тогда либо на доработку, чтобы автор сам усилил статью, ну, либо говорим нет. Вот еще один последний вопрос. Вот мне интересует, сколько вот в среднем читателей вот читают, например, статью ту или иную на вашем сайте, и вы можете такое предложение просто добавить там плагин со счетчиком, чтобы было видно, сколько там, скажем, просмотров было открытой такой вот. Ну, это несложно. Я думаю, что, в принципе, можем добавить в ближайшее время, потому что это спортивный интерес, всем же интересно, сколько их статью прочитали, а скрывать тут нечего. Есть у нас рекордная статья, насколько я помню, если я ошибаюсь, Анастасия подскажет, 200 тысяч у нас в Бычковске, 270, ну, какие-то там сумасшедшие цифры, предприниматель Бычковский, который шьет сумки в Барановичах, вот какая-то просто сумасшедшая популярность, вирусная, необъяснимая, там, 270 тысяч, меня позвали на запись программы у НРТР Беларусь к Егору Хрусталеву, я приехал, и там вот был этот предприниматель Бычковский, ему сказали, о, мы читали про вас статью, и спросили у меня, вы кто, ну, то есть я вот, я понял, что вот слава нашла нашего героя, потом порадовался за него, Егор Хрусталев во время передачи говорил, я читал вашу статью, то есть уже это вот человек, который получил большую известность, но это такие вот экстремальные статьи, и мы где-то пытались для себя объяснить, вот почему какие-то статьи так сильно читают, у нас еще был пример с Кейксбай, проект, который участвовал в мой бизнес, да, они набрали больше тоже, история Анастасии Ширика набрала более 150 тысяч просмотров, и мы вывели какую-то матрицу, что красивая девушка преодолевает трудности, есть какая-то жалость к ней, но в то же время она молодец, и надо ее поддержать, и вот какая-то эта мозаика складывается эмоционально, и какое-то чувство справедливости во всей этой истории внутренне, и вот люди по этому читают так охотно делятся, но Бочковский не девушка, наверное, симпатичный, но на любителя, и в общем как-то вся эта матрица, она поломалась, и мы поняли, что вот в принципе мы по нашей статистике можем понимать, вот скорее всего это будет хит, это не хит, но есть какие-то 10% и в этом прелесть, что предсказать невозможно, почему эту статью считают очень хорошо, а здесь мы вложили столько сил, все так здорово, читают плохо, вот сейчас пример сегодняшний, мы поставили материал, где вопросы Цукербергу на английском задают Олег Хусаенов, Виктор Прокопеня, Александр Центер, другие известные бизнесмены, ну и как-то не очень читают, то ли не поняли, то ли мы не так продвинули, не так спозиционировали, то есть надо думать, что менять в позиционировании, да? Ну какую-то ошибку допустили, да, будем разбираться, что не так, то есть и конечно цифры интересны читателям, я думаю, что не думая, мы их откроем, спасибо за предложение, и нам интересно это самим, потому что, ну это такой всегда адреналин, конечно, если что-то получается выше среднего. Ну у нас по, аудитория по Google Analytics за месяц, она в декабре была полмиллиона, статьи, ну как бы если меньше 10 тысяч, то это плохо, наверное там 15 тысяч, это что-то около среднего, 12-15 тысяч, это вот такая средний уровень, все, что там выше 50, это здорово, все, что выше там 100-150, это хит, это круто. Мне, кстати, появился вопрос по поводу этого сегодняшнего материала, вопросы Марку Цукербергу, вы в начале статьи в Лиде пишете о том, что вот есть школа стримлайн, и мы вместе с ней задумывались, какие бы вопросы наши белорусские бизнесмены задали бы Марку, это пример платного контента или нет, потому что насколько я знаю… Это пример контентного спецпроекта, да, то есть есть как бы контент разделяется на редакционный сугубо контент, на рекламный контент, там помечена реклама, на джинсу, то, что не помечено как реклама, но проплачено, и спецпроект, контентное, то, что сейчас модно, нативное контентное спецпроект, где есть конкретно, вот мы совместно там с Альфа-банком или мы совместно со стримлайн делаем такой-то проект, то есть мы открыто говорим, что да, здесь есть коммерческая составляющая, вот вам бренд, но этот контент сделан редакцией, сделан с душой, и нам самим этот проект интересен. Мы взялись за него не только для того, чтобы монетизировать про бизнес, но и для того, чтобы сделать что-то такое вау. Получается, что контекстная, нативная реклама, она никак не обозначается? У вас же нету, по-моему, плашки и спецпроекты или еще что-то? Она везде в лиде только обозначается, что это там у нас есть совместный проект про бизнес и транзишн или совместный проект про бизнес и стримлайн, только в лиде, да. И давайте еще вернемся к цифрам. Все-таки вот про аналитику. Какая это аудитория, сколько читателей на сайте, в тех же соцсетях, и как вы сказали о том, что про бизнес — это, в общем-то, комьюнити-медиа. Как вы работаете с этим комьюнити? Есть ли какие-то специальные люди в команде, которые занимаются общением, диалогом с аудиторией? Да, вся команда — специальные люди. По поводу цифр, полмиллиона, около этой цифры в этом месяце будет чуть больше, полмиллиона в месяц по Google Analytics. А будет больше из-за Бычковского или? Нет, Бычковский был в прошлом месяце. Да, будет больше из-за того, что хорошо работали в этом, особенно хорошо работали в этом месяце. Полмиллиона по Google Analytics, день где-то 30-35, в такой будний день 30-35 тысяч у нас уникальных по Google Analytics. По статьям, по просмотрам я сказал. По трафику нам все... После того, как мы появились в одном из слоев в Тутбай, у нас, конечно, трафик резко вырос, но сейчас доля Тутбай, если она сначала была процентов 75-80, сейчас она к 60 снижается, и будем еще дальше. То есть мы хотим, чтобы было меньше 50%. Соцсети и поисковый трафик, и прямой трафик со всем этим работаем. Но прежде всего по комьюнити, конечно, соцсети. То есть в Facebook у нас больше 15 тысяч подписчиков. Для белорусского медиапространства цифры неплохие, хотя, конечно, мы хотим гораздо больше. И у нас понимание есть, что на соцсети это отдельный канал вообще, и нам нужно все больше и больше вести там диалог с читателями. Независимо от того, что выходит у нас на портале даже. То есть мы сначала, как такой канал-ретранслятор, канал дистрибуции контента, Facebook рассматривали исключительно. А сейчас мы понимаем, что какой-то интересный пост появился, надо его в нашу группу разместить, или какой-то вопрос задать аудитории и так далее. То есть все больше Facebook как самостоятельный паблик видим. Ну и в Viber, там тоже мы неформально общаемся с читателями редакция, как такой канал со своим форматом, со своим общением. Вот, поэтому комьюнити на разных платформах, работа с ним разная. Но ключевое, конечно, все равно, чтобы росла посещаемость про бизнес-бай, чтобы наши события росли в масштабах, то есть чтобы цифры так или иначе росли. А с рассылкой вы не работаете? У нас есть подписчики, которые на e-mail получают наши материалы. Их не так много. Но мы рассылаем только информацию о наших событиях, потому что для нас это анонсирование их, ну и продажи, потому что очень хорошо рассылки приносят покупки билетов. А контент постоянно туда постить не видимо смысла в рассылке, потому что это будет как спам. Те, кто хотят, подписываются и получают на e-mail. Те, кто не хотят, читают в Facebook или напрямую. Поэтому тут демократия в плане каналов потребления. Если у вас какие-то вопросы. Большое спасибо. Очень интересно. Виталий, скажите, пожалуйста, по прошествии времени, как изменился портрет вашего потребителя, исходя из социоагендера? Может, на одних целились, в результате пришли к другим каким-то показателям? То есть кто ваш потребитель сейчас? И кто был, допустим, год назад? Была ли какая-то миграция? Не было? Может быть. Ну, расширяется портрет потребителя, потому что изначально это все-таки были там 30-35 те, кто в бизнесе, те, кто такие азы уже прошли людям, им не надо объяснять, как это все работает. Ну и где-то по Facebook у нас там половина на половину мужчина-женщина, то есть баланс гендерный, что нам приятно. Сейчас за счет того, что много историй таких хороших молодых предпринимателей по 22 года, 23, то вот подтягиваются более молодые ребята. Вот. Ну и удивительно, например, у нас есть форум «Бизнес будущего», мы позиционируем его как форум молодых предпринимателей белорусских, которые делают продукты на мировой рынок, и туда часто покупают билеты люди 50+. То есть, видимо, они хотят вот эту энергию молодости тоже подзарядиться ей и, в общем-то, себя тоже с этим ассоциируют. Поэтому и в возрастном смысле, и в каком-то социальном смысле аудитория расширяется, и поэтому мы понимаем, что какие-то вещи в сложной статье надо давать какую-то справку, объясняя для тех, кто на уровне находится базовом, а в материале, который написан там о молодом предпринимателе, должно быть что-то, что так или иначе будет интересно предпринимателю опытному. Мы задаем себе вопросы, ну, кому это надо, то есть, кто это будет читать и так далее. Поэтому мы бы хотели, чтобы вообще у нас аудитория была в мандаловском рынке миллион. Мы считаем, что тогда наша миссия формировать проактивный образ жизни, она будет реализовываться масштабнее. Поэтому, честно говоря, особо не заботит этот вопрос, вот кто конкретно наша аудитория, потому что здесь, как со статьями, бывают совершенно непредсказуемые вещи. Какие-то материалы цепляют совсем не ту возрастную, не ту социальную, не ту даже половую аудиторию, на которую они вроде бы нацелены. И учитывая, что мы в диджитал, и все это видно, все это можно анализировать, то я думаю, скорее интересно вообще какие-то снимать диджитал-метрики, как люди себя ведут, что конкретному человеку надо. То есть все больше персонализировать, все больше смотреть какие-то интересные закономерности в контенте. То есть этот подход, вот наша аудитория 30-35, обеспеченный, ухоженный, красивый, молодой человек преимущественно, мне кажется, он немножко такой устаревший, потому что в принципе в диджитале можно же видеть уже каждого. На Фейсбуке мы видим вообще всех пользователей, и надо ли какой-то коллективный портрет, я думаю, что может быть и не надо. Наоборот, надо видеть всю эту палитру. Еще один вопрос. Можно попрошу еще в словах, расскажите вообще внутреннюю кухню производства контента. Как выглядит типичный день про бизнесе? Есть ли у вас какие-то там ежедневные планерки? Как вообще выглядит там, если не коммерческая тайна, что-нибудь? Нет, так это же редакционная кухня. Секретов никаких нету, и, наверное, каких-то там суперноу-хау не открою, но в 9 утра мы приходим на работу достаточно дисциплинированно, иногда с небольшим опозданием, плюс 10-15 минут, но в целом раздолбайства нет и быть не может, то есть очень важна для нас дисциплина внутренняя. Раз в неделю есть общие редакционные планерки, где планирование на неделю и на перспективу, какие-то вот большие темы, например, вот тема искусственный интеллект, что мы с ней будем делать, да, или тема у нас есть hardware компании, не только IT, но успешные hardware компании, что мы с ней будем делать. На этих планерках обсуждаются и составляются планы. Ну, а текущие вещи, они в таком живом, часто шуточном формате обсуждаются, и мне кажется, это хорошо, то есть что нету такой жесткой здесь формализации, потому что иногда в таком импровизированном штурме рождаются классные заголовки, классные идеи, подача интересная, поэтому вот по крупному мы раз в неделю, да, Анастасия, раз в неделю у нас планерки редакционные. Но из таких, из ноу-хау, мы когда вот решили, что нам всем нужен английский, всем советую, вот, ну, там же тарифы разные, у каждого свой уровень, но можно же не обязательно ходить в школу, можно заниматься самостоятельно, достаточно в интернете материала, тут вопрос только какого-то прилежания в школу хороша тем, что это как тренер, то есть он тебя как бы каждую неделю ты ему должен делать задание, и какая-то ответственность и системность появляется. Но если хорошая самодисциплина и хорошая мотивация, можно самому учить, овладевать языком, и мировые рынки, и вообще, в принципе, даже работая на белорусском рынке, сегодня, к сожалению, многие журналисты не владеют английским, это беда, потому что, ну, когда выезжаешь за пределы страны, гораздо лучше с языком и у бизнеса, и у журналистов. И для себя мы поняли, для нас был такой, скажем, эпик фейл, это история, когда в прошлом году в Минск приехал Аркадий Добкин, основатель PAM Systems, на большую пановскую конференцию, и у него была очень интересная презентация на час, и проблема была в том, что он ни слова не сказал по-русски, то есть он ее презентовал на английском, потому что там съехали сотрудники PAM из разных офисов, и мы поняли, что несмотря на то, что у Аркадия такой достаточно, в хорошем смысле, советский английский, то есть такой вот без лишних этих американских, да, такой близкий народу английский, но мы поняли, что мы, нет, мы кое-что поняли, но мы поняли, что там процентов 20-30 информации критической мы не поняли, то есть вообще не поняли, и после этого это такая была красный как бы флажок, лампочка, что если мы даже работая на своем рынке, там понимаем, что без английского мы что-то теряем, теряем интересный контент, то срочно надо всем, всей команде идти и повышать уровень, и когда пошли в школу, ввели практику начинать там 5-10 минут первых английского планерки на английском, то есть спрашиваем, как у друга дела, друг у друга дела, там обсуждаем темы, которые у нас получились, вот, пока еще там принимать какие-то жесткие меры, как недавно я видел пост в Фейсбуке, перевести всю коммуникацию на английский, или там кто-то в ответ написал на старославянский, перевел там коммуникацию в компании, мы еще не планируем, поскольку это уже надо работать реально на международном рынке, то есть коммуницировать постоянно с людьми из зарубежных стран, пока еще нет, но то, что надо в внутреннем общении тоже в такой игровой форме использоваться английский, вот на планерках, если вы работаете в медиа, я вам это тоже рекомендую, такой лайфхак. Виталий, у меня еще один колокольчик. Я надеюсь, что про бизнес читают не только два человека, которые активны сейчас. Виталий, еще один такой вопрос походу возникнет. Сколько времени в среднем проходит между тем моментом, когда вам кто-то направляет статью и как ее публикуют? Сколько это время процесс занимает примерно? У нас есть такое понятие складские запасы и срочный номер. То есть, если статья такой зеленый, вечно зеленый контент, там как бороться с просроченной дебюторкой? Понятно, там есть личный опыт автора, но там нет такого, что вот здесь и сейчас горит. Ну тогда это, если все хорошо, то это отправляется на склад. Ну и дальше там управление складом идет, что вот что-то сорвалось, мы там достаем складские запасы, ставим или там поставим на следующей неделе, даже если ничего не сорвется. А есть какие-то вещи такие вот, Марк Формель, насколько я понимаю, сразу с колес делался. То есть, вот этот кейс Марк Формель, мы понимаем, что вот же оно, вот оно, настоящее, живое весна. И это мгновенно, то есть, это сразу. Ну или какие-то истории очень цепляющие, мы понимаем, что нельзя ни в коем случае держать там день-два, надо вот сразу выпускать. Или бывают breaking news, там сделка маскарад в Facebook, еще какая-то сделка. То есть, явно, что к этой теме внимания надо все бросать и полностью сосредотачиваться. Хоть мы там не новостные, мы, говорю, комьюнити-медиа, но надо искать свои какие-то интересные ракурсы, интересную подачу, но эту тему нельзя проходить мимо. Вот. Поэтому от того же дня появления на ProBusinessBuy до там неделя, ну чуть больше, так уж сильно не маринуем тоже тексты, потому что, чтобы они там не свалялись на складе. Можно, да? Меня зовут Катерина Шарак, я редактор проекта «Мой бизнес» на ОНТ. Есть такой вопрос. У ProBusiness есть наверняка какая-то сверхзадача, да? Ну, вы сказали формировать проактивный образ жизни. Вот. Но она наверняка звучит четче, может быть, консолидировать бизнес-сообщество, как-то формировать. Дословно звучит формировать сообщество белорусского бизнеса и содействовать развитию предпринимательства. Так вот, есть ли вдохновляющие какие-то примеры, когда вы убеждаетесь в том, что сверхзадача работает, да, что она оправдывает себя? Было ли такое? Ну, конечно. Когда мы, например, увидели, что на форум «Бизнес в будущем» собрался весь прайм-холл, потому что там ребята, которые делают действительно проекты мирового уровня, и многие идут туда, чтобы подзарядиться вот этой энергией, и понять, что, в общем, такие же ребята белорусские, это показывает, что мы не зря ходим каждый день на работу к 9 утра, там, да, и задержимся после 6 часто. Из онлайна, ну, вот «Кейкс Байнас», кстати, тоже очень вдохновил, потому что показал, что бизнес, вот он такой маленький, душевный, но он тоже достоин внимания, потому что таких, как Анастасия Ширейко, их, наверное, там тысячи и тысячи по всей стране со своими горестями, радостями, и очень сильные отклики были, и очень сильная была ее поддержка, я думаю, что вот она тоже получила хорошую мотивацию, и нам приятно, что, ну, человек получил такой прилив симпатии, прилив каких-то положительных эмоций, это работает, вот, ну, иногда просто получаем письма, там, сообщения, что спасибо вам за то, что вы делаете, потому что я, там, благодаря вам сделал то-то, тот, или почитав это, я там понял для себя то-то, то есть понятно, что мы это обсуждаем, и это нам дает некую осмысленность, для чего мы вообще это делаем, для чего вообще мы есть, да, в профессиональном смысле, вот, поэтому каждый месяц такие примеры случаются, и, конечно, они для внутренней мотивации крайне важны, потому что нам это тоже такой тротил для того, чтобы еще, еще, еще делать еще более высокого, проект еще более высокого уровня. Еще один вопрос, если можно, а какие еще есть способы мотивации вот в редакции, у вас, кроме того фидбэка, который вы получаете? Нет, ну деньги тоже платим регулярно, но у нас есть коллективная мотивация, то есть, например, мы поставили себе цель, нам надо полмиллиона в месяц, если мы эту цель выполняем, то каждый журналист получает там плюс X процентов к своему окладу, то есть это вот командная работа, мы все ее хотим достичь, но и по итогам месяца мы садимся вот с редколлегией и сами себе задаем вопрос, какие материалы вот достойны того, чтобы, ну если не вечность, то по крайней мере они такие непроходные и действительно запомнились, был очень сильный фидбэк, такое чувство, что мы поработали хорошо, и эти материалы мы тоже уже индивидуально премируем, то есть есть командное премирование, если достигли показатели, и есть индивидуальный зачет за вот такие отличные материалы, вот, ну это если про материальную мотивацию говорить, да, а про нематериальную, ну как бы поездки какие-то там в туры, на Мальдивы, я думаю, что это все в будущем за большие достижения, но думаю, что мы будем дополнительно еще нематериальной мотивации, это действительно какие-то поездки освежающие, потому что я сам съездил в Израиль на 5 дней, и для меня это была ну такая колоссальная подзарядка, и вообще всем рекомендую ездить в Израиль, потому что и учиться, 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 да, у израильтян, маленькая страна с гораздо меньше, более ограниченными ресурсами, там не хватает пресной воды, пахотных земель, но экономика там больше, чем ВП Украины и Беларусь вместе взятые. Ну да, то есть, понимаете, у израильтян тоже, чем у нам, мне кажется, стоит учиться и в медиа в том числе, как вот на такой неблагодатной почве, когда куча различных ограничений, окружение еще воинствующее, делать просто город-сад, то есть вот они в этом находить возможности в самых, казалось бы, ситуациях, где мы видим проблему, они видят возможность и видят, как на ней заработать. И как это еще продать? Гуглу или Эплу, или Фейсбуку, да? Вот это, конечно, то, вот это как бы израильское слово хуцпа, вот это вот такая напористость, умение добиваться своего, это то, что очень меня вдохновило, и та культура, которая есть в компаниях, совершенно горизонтальная, когда человек, можно сказать, там, боссу, эй, ты, ты же не прав совсем, да? То есть там нет вот этого вот иерархичности, какого-то пиетета перед начальством, премьер-министры Ариэль Шарон и Бениамин Нитаниагу, они в народе их называют Арик и Беник, это совершенно нормально, то есть клички у каждого, да? И вот эта горизонтальная культура, это постоянный спор, вот эта вот динамика, она рождает действительно такое очень интересное, успешное проекты и позволяет быстро адаптироваться, быстро находить возможность, быстро ее реализовывать и быстро ее монетизировать. Вот для меня это была поездка одна из, наверное, самых таких вдохновляющих открытий в жизни и я бы хотел, чтобы к этому мы придем, чтобы тоже редакция вот в такие или похожие поездки или какие-то даже минские события отправлялась инвестировать в это, потому что иногда надо выходить там out of box, да? То есть выходить за пределы и видеть свежий опыт, получать какую-то свежую энергию, это очень важно и для журналистов, и для редакторов тоже. Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер. Вадим Можейк, Либеральный клуб. Мне очень нравится следить именно за этой ивент-составляющей про-бизнеса, потому что я в общем-то согласен с тем, что да, форматы баннерной рекламы отмирают и это один из вариантов будущей монетизации медиа и, наверное, на мой взгляд, про-бизнес, наверное, самый успешный пример именно такой монетизации в Беларуси. Мне было приятно слышать, что это уже приносит большую часть денег, значит, это уже работает хорошо. Ну, еще реклама не приносит так много, как хотелось бы. Ну, действительно, да. Обратная сторона медали, но, тем не менее. В связи с этим, помню, когда я первый раз увидел в Фейсбуке рекламу форума с Талебом, вау, что, серьезно? Потом, когда я увидел в 20-й раз, конечно, уже было не так приятно это видеть. Я там еще раз 20 вы увидите. Да, это, наверное, продажникам виднее, наверное, это работает. Но, тем не менее, мой вопрос именно касается вот всей ивент-составляющей. Максимально подробно вы ее начинали, потому что, наверное, сложно сказать, на что тут можно было ориентироваться на нашем рынке, как вы ее делали, пытаясь работать с какими-то аутсорс-агентствами или целиком превращая редакцию в аутсорс-агентство, как договаривались, как придумывали, как продвигали, что вышло? Хороший вопрос. Вышло все спонтанно. Мы вообще не планировали оффлайн вообще изначально. Мы думали, ну, будем интернет-ресурс, еще один и в своей тематике. И вдохновил, наверное, пример Олега Тинькова. Вот у него бизнес-секреты с Олегом Тиньковым. Он там приглашает известных предпринимателей российских и с ними беседует о бизнесе, о жизни. И мы решили, что все-таки онлайн – это здорово, но живое общение как-то его не хватает, нам не хватало на тот момент. И кроме того, что можно пригласить пообщаться как бы в студии «Человека», можно же еще и людей пригласить и дать вот как сейчас возможность задавать вопросы, потом в кулуарах общаться, друг с другом общаться. И мы решили, что надо попробовать. Организовали первую встречу про бизнес с участием Юрия Гурского и Александра Центера. Бесплатную, как сегодняшняя встреча. и пришло 100 человек, около 100 человек пришло. И как-то получалось тепло, получалось нам самим понравилось, интересно, и спикеры раскрылись. И потом мы подумали, надо еще раз попробовать, но уже чтобы отсеять городских сумасшедших или случайных людей, потому что хочется, чтобы публика была действительно та, которую хочется видеть. мы ввели там какой-то минимальный тариф, около 10 рублей, тогда, наверное, ну там 100 тысяч белорусских рублей. И увидели, что люди платят. То есть они еще и платят, да. Потом мы еще раз попробовали, они опять платят наши пользователи. Ну и тут, как сказали в Израиле, так и в этом есть бизнес. И мы стали с тех пор брать деньги, да. Но, то есть это стало источником монетизации. Но, когда ты берешь деньги за события, то очень важно, чтобы событие давало добавленную стоимость. Здесь очень важно сформулировать повестку дня, чтобы она, естественно, была актуальна для аудитории, не высосана как бы из пальца. Вот то, что вот сейчас на переднем крае, то, что действительно иногда мы очень долго думаем, штурмим, что вот форум с Талебом, какую мы тему вынесем. Понимаем, что, например, сейчас очень важна тема, совершенно непредсказуемость стала наша жизнь по сравнению с тем, какой она была лет пять назад, и макроэкономически, и политически, и геополитически. То есть очень много вот факторов, то, что Талеб называет черных лебедей, насыщенная среда. Но, тем не менее, каждый день бизнесу надо ходить на работу, делать продукты и услуги для клиентов, платить зарплату, думать о каком-то развитии. И вот как в этой насыщенной черными лебедями среде быть эффективным, вот на наш взгляд, сейчас это для нашего бизнеса вопрос, ну, мы считаем номер один. И поэтому вот этот концепт, то есть вот для чего события, вот это у нас отнимает иногда несколько дней. То есть мы штурмим, нам не нравится, мы расходимся, иногда мы еще раз что-то думаем. Поэтому концепт, а потом, конечно, подобрать тех спикеров, которые, ну, скажем так, вот секси, то есть чтобы вот хотелось на них пойти, потому что они либо очень успешны, либо они очень неоднозначны, но это тоже вызывает много и мыслей, и эмоций и заставляет, и провоцирует думать, думать самостоятельно. Ну, и само собой, как еще организовать так, чтобы люди могли там неформально пообщаться. Вот мы поняли, например, что кофе-паузы мы делали по 20 минут, а надо делать там по 40-45 минут, может быть, сейчас. Почему? Потому что на нашем форуме бизнес-будущего кто-то сказал, мне не важно, кто там на сцене, мне важно, кто вообще туда идет, то есть я знаю, что там будет вот один человек, второй человек, третий, с кем я хочу пообщаться, и мы увидели, что многие люди идут и платят за события, потому что они встретят там и подойдут там к темам. Они платят за комьюнити. Да, за комьюнити. Кому бы они либо полгода шли, там добирались через секретарей и так далее, либо это можно за один день порешать много вопросов, провести каких-то блиц встреч, а там уже договориться на какое-то более подробное общение. И вот как бы три составляющих, то есть концепт, для чего это, почему это важно, спикеры, таких людей, которые действительно хочется слушать, и нетворкинг, комьюнити, то есть возможность еще в кулуарах пообщаться и познакомиться, и может быть на что-то и договориться, обоюдополезное. И вот в этом году мы понимаем, что нам очень хочется делать события мирового уровня, потому что, на наш взгляд, Беларусь, она в этом смысле такая немножко черная дыра последние годы. Есть форум-1 в Вильнюсе с Ричардом Брэнсоном, Жан-Клодом Вадамом и другими разными интересными личностями, но тем не менее он собирает на Жальгарис-арене или в Вильнюсе или в Каунасе на Жальгарис-арене он собирает 4 тысячи и сколько-то людей. То есть это такое событие, о котором говорят потом год, обсуждают год какие-то мысли. В Москве есть Синердж Глобал Форум на 6 тысяч человек, где прилетают мировые звезды. В Киеве что-то происходит, может, не так часто, как в Москве, но тоже есть крупные события. И вот как-то мы на этом фоне, то есть у нас не хватает, на наш взгляд, вот таких событий, как форум с Насимом Талебом, и есть еще много спикеров, которого мы хотели пригласить в Минск, ну и сверхзадачей, конечно, Марка привести Цукерберга. Для того, чтобы мы как-то интегрировались и в мировое пространство, для того, чтобы мы тоже видели, что мир большой, возможностей много, для того, чтобы мы получали от этих спикеров какой-то свежий взгляд и опыт, и мысли. плюс еще визы, тут без виз, почему не приехать еще иностранцам послушать. И мы сейчас видим, что наше развитие вот в этом векторе, то есть такие события, на которые не стыдно пригласить еще людей хотя бы из ближнего зарубежья, потому что здесь съедутся очень интересные люди, классные спикеры, ну и тема тоже актуальна и для вас. И вот на этот деловой форум у нас там из Японии человек даже, ну как-то он так тут проездом, но тем не менее из Израиля, из Кипра, вот. Поэтому очень хочется делать проекты мирового уровня в оффлайне в Минске. И большие, большие события, потому что ну это адреналин и это опять же возможность комьюнити, возможность пообщаться и увидеть мировых звезд в Минске мыслителей, там предпринимателей. Мне кажется, что это здорово, это нас вдохновляет. Поэтому мы вот как бы эволюционировали с таких небольших встреч, больше клубного формата в события большие и видим свое развитие скорее здесь. То есть небольшие мы оставим еще какие-то ситуативные для поддержки комьюнити, для того, чтобы лучше чувствовать аудиторию и в принципе это и контент тоже приносит онлайн контент, но развитие именно в больших таких форматах с прицелом на то, что это выше локального уровня. Спасибо тогда выше уточняющий технически. Возвращаясь к тому, что я спрашивал по поводу ивент-менеджмента, по поводу того, какой это аутсорс, отдельный сотрудник всей редакции, как делаете. Ну и, наверное, тема, которая вам будет самим приятно поговорить. Расскажите про Талеба, как вы это организовывали, как вы договаривались. Спасибо за голевой пас. Последние билеты у нас еще на сайте, да. Но на аутсорс мы ничего не отдаем, потому что люди, которые это делают, должны быть прошиты культурой про бизнес. Вот это очень важно, да, чтобы ценностно мы были едины, мы понимали вообще, что, для чего, как, потому что я убеждаюсь все более и более, что гораздо важнее, чтобы человек ценностно, культурно подходил, чем там он большой профессионал. К сожалению, не всегда там профессионализм сочетается с корпоративной культурой, и тогда ну корпоративная культура это доминанта, это намного важнее. Поэтому вот отдавать на аутсорс, даже там, если хорошие ребята, не отдаем, потому что ну не так сделать. Может быть, хорошо, но не так, как мы это видим. Ну и зачем? То есть это же наш бизнес, как бы, зачем на аутсорс отдавать? Мы сами на аутсорс можем взять, и в том числе у нас такие первые кейсы уже есть, когда мы там для крупных банков, для банков частных проводим события, освещая их, и таким образом создаем для них аудиторию, ну и создаем контент, который и нашей аудитории интересен. Вот, поэтому на аутсорс в плане событий мы смотрим только, если взять, но не дать. Вот. Про Талеба идея родилась просто. Был, по-моему, конкурс лучшего белорусского предпринимателя награждали в Мариоте, и как-то мы в тот момент начали думать, что хорошо бы кого-то в Минск привезти, уже многие спикеры у нас были белорусские, интересно кого-то привезти из-за рубежа. И я просил пару человек, говорю, а кого вы хотели видеть в Минске, и они назвали фамилию эту. Ну и в принципе Талеб интересен тем, что мне кажется, он еще так в Зените, то есть вот есть звезды, которые уже, ну, уже такие в хорошем смысле почетные пенсионеры, они, конечно, люди уважаемые, но это уже, как вот, знаете, если с музыкой аналогию проводить, то можно там Дипапл привезти в Минск, встряхнуть стариной, там, да, Моторхед, или кто еще там живой. То есть хочется все-таки вести тех, кто еще либо вот на пике, либо еще подходит к пику, то есть кто уже не почетный спикер, не почетный, как бы, там, член почетного легиона. На мой взгляд, Талеб сейчас в Зените, потому что ну, на Западе он чуть раньше его идеи дошли, но у нас они вот сейчас вот они дошли, еще доходят до кого-то и еще, 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 наверное, будут доходить, потому что, например, ЦХАК Одизис, если вы знаете, его основные это идеи в Америке, там уже в конце 80-х все коммунаты было восприняли, а у нас он там последние только годы популярен, там, Одизис, там, Одизис, да, то есть, ну, к нам просто некоторые вещи с его зданием небольшим доходят, это нормально, но интересно привести того, кто вот еще именно, волна его еще в мире идет, вот, первый момент, а второй момент, что вот это его основная идея, черные лебеди и как с этим жить, антихрупкость, как, как бы ответ на то, что делать с черными лебедями, она нам показалась очень резонирующей с нашей реальностью, и даже не только с белорусской, но вообще, вот там, украинской, российской, то есть, постсоветской реальностью, да, особенно сейчас резонирует, и как-то вот все сошлось, и поэтому решили, что будем приглашать связаться с его агентом. Виталий, у меня такой вопрос, про бизнес, это минско-центричный проект, у вас бывают гости даже на ваших ивентах из регионов, или это редкость? Ну, наш же бизнес не только в Минске есть, благо, и мы, конечно, радуемся, когда у нас появляются истории, вот тот же Бочковский, он из Барановичей, из Молодечной у нас были истории с девушками, из Короли Джинсовой, из Бобруйска, да, то есть, когда появляются онлайн истории регионального бизнеса, нам это очень приятно, потому что жизнь с Амкадом, как бы, там есть тоже интересные люди, и надо для этих людей тоже делать классный контент, потому что там не хватает остро. Ну, а на встречах про бизнес у нас принимали участие, например, Валентин Байко, это же Гродненский контур-спа-предприниматель, да, Левин Сергей, он больше в Минске, но там Бобруйский вел бизнес, а среди слушателей, ну, есть процент людей, которые встают очень рано, едет на наши события в Минск, крупно в основном, там конференции, форумы из регионов, ну, процентов там до десяти от общего состава доходят. С регионами нам хочется работать, то есть с точки зрения бизнеса денег, ну, мы не видим в этом, и деньги есть только на других рынках, на рынках, которые больше нашего. Но с точки зрения вот миссии и некой ответственности перед читателем, мы понимаем, что надо, нужны эти истории, может быть, даже нужно больше, и приглашать в Минск тоже надо, потому что у нас как-то на про бизнес-лай выступал Сергей Мета из компании «Онега», да, и подошли к нему предприниматели из Гронинской области, по-моему, из Лиды, и не отпускали его там до глубокой ночи, спрашивали, вот у нас два магазина, один работает хорошо, другой плохо, вы уже столько лет в бизнесе, подскажите, что делать. Вот это очень важно, общение, когда люди, живя в регионе, в небольшом, ну, относительно небольшом городе, городке, они могут там переехать и пообщаться с людьми, которые в бизнесе уже много лет, и какой-то получить живой совет. Даже если этот совет окажется там «делайте хорошо, но не делайте плохо», да, а в каждой индивидуальной ситуации надо разбираться отдельно, то все равно они получают какой-то импульс, то есть они вот пообщавшись, они получают какой-то импульс, они возвращаются и уже немножко что-то, наверное, делать по-другому, расширяется их предпринимательский кругозор. Поэтому за регионы спасибо за вопрос, есть, и хотим, чтобы было больше. Ну, в общем, у нас там по регионам расклад такой, по фейсбуку у нас показателен, но концентрация большая в Минске, конечно, основная аудитория в Минске. На втором месте, если я правильно помню, Москва, потом у нас там Брест-Гродно в Западной области, они более интересуются, потом Санкт-Петербург, потом Киев, потом там Могилев, Гомель, Витебская область, то есть, как бы, Восток нас читает меньше, Запад читает больше. Вот. Ну, концентрация процентов 80, если не больше, это Минск, поэтому еще там регионы для нас непаханное тоже поле в плане контента, охвата. на английский собирается перевозить. Ну, я кратко отвечу. Белорусский контент? Естественно. Ну, не знаю, кто будет читать. А кого? Вашего сайта. А, нет, так надо понимать рынок, то есть, кому это интересно, да, поэтому, если делать продукт на английском, то его надо делать для той аудитории. Скажите, пожалуйста, изучаете ли вы свою оффлайн-аудиторию? Да, оффлайн-аудиторию мы знаем лучше, чем онлайн-аудиторию. Если можно, немножко про методы и про то, насколько пересекается у вас оффлайн-онлайн-аудитория, и как вы вообще работаете, как ваша команда, в общем-то, небольшая, 8 человек, работает вот с разными платформами, как вы организуете эту работу? Немножко кухни. Мы всегда шутим, что команда небольшая, мы подумаем об оптимизации, потому что, на самом деле, эффективности нет пределов, и, опять же, краткая ремарка, потом отвечу на вопрос, в Израиле видели проекты, где там 12 человек сидят на съемной квартире, выручка 100 тысяч долларов в месяц, не месяц, в день, какое-то приложение сумасшедшее для американского рынка, эффективность потрясающая, ну и там таких примеров много, то есть, когда там, если помните, Рио-де-Жанейро, когда была Олимпиада в Рио, тендер выиграла израильская небольшая компания на 2 миллиарда долларов, в ней там работают что-то около 15 человек, остальные подрядчики и субподрядчики, поэтому, вообще, показатель там команды, людей, количество людей, важно какая команда, то есть, растить в штат не надо, плюс мы смотрим на то, как вообще, вот, искусственный интеллект нам тем очень нравится, как еще рутинные какие-то операции вообще передать роботу и делать только то, что робот в ближайшее время не сделает, там, живое общение, эмоции, формулирование повестки, потому что все, что рутинное, все, что техническое, так или иначе роботы у нас отберут, надо им отдать быстрее и пойти делать то, что пока можем делать мы, белковые журналисты. Отвечая на вопрос, как мы изучаем оффлайн-аудиторию, на самом деле мы не сразу, но довольно быстро и хорошо, что быстро поняли, что это там ценнейшие активы, это наша клиентская база. У нас сначала была табличка Excel, сейчас уже появился CRM в Битриксе полноценная, и мы при регистрации просим указать данные, имя, фамилия, компания, должность, профиль компании и контактные адреса для того, чтобы, в принципе, увидеть портрет своей аудитории. Вот, и поэтому, что касается оффлайн-аудитории, мы знаем, кто эти люди, из какой они компании, знаем их контакты и примерно знаем их интересы, потому что мы видим, кто на какие события ходил, да, то есть можем по каждому посмотреть вообще, какая у него сфера интересов. Здесь еще не печатый край работы, потому что еще одна мысль, которую хочу донести, может быть, она будет полезна, недавно общался с Виктором Прокопеней, нашим известным IT-предпринимателем, и он меня как бы побудил посмотреть на медиа, мы все смотрим на медиа как канал такой большой, который там позволяет контент, рекламу двигать, и вот как бы наша ценность, то, что нас много читают, и мы поэтому можем продавать рекламу. Но он меня побудил посмотреть на то, что медиа – это еще огромный канал сбора данных, то есть на самом деле у нас, ну, Facebook там знает о двух миллиардах, на планете очень много, там больше, чем наши там близкие иногда о нас знают, да, и вот это понимание, что даже если это локальная медиа, это все равно данные о локальной аудитории, оно пришло не сразу, сейчас оно пришло, и вопрос, что делать потом с этими данными, то, что их надо собирать и всячески, как можно детальнее, это да, как их, что с этим еще делать данными, кроме того, чтобы предложить более точно события, лучше сделать рассылку для этих людей, а вот именно как что-то принципиально новое предложить и для работы использовать данные, пока мне нет ответа, но в этом направлении мысль наша коллективная работает, моя, наверное, прежде всего, поэтому мы собираем вот эти данные, мы, база наша растет, растет достаточно быстро, и поэтому мы понимаем, что если мы выведем какие-то новые интересные продукты и будем хорошо знать нашу аудиторию, то мы можем ей предложить эти продукты и наверняка попадем, как говорят интернет-маркетологи, хорошая конверсия будет, если мы хорошо знаем свою аудиторию. Кто это ходит на оффлайн-события? На оффлайн-события, например, по форуму у нас топы владельцы известных компаний там будут, то есть там соберутся такого вот элита белорусского бизнеса, и мы много чего интересного нового открываем, собирая данные, например, мы видим, что для многих людей очень важно вот общаться, вот быть в каком-то вип-секторе, как вип-ложа, там, например, лиги есть, да, там вот есть такая потребность, мы этого не знали, мы это увидели в процессе. Там видим, например, что вот столько-то процента айтишников, столько-то не айтишников идет на это событие и так далее. поэтому собираем на сегодня уже достаточно подробные данные, но видим, что еще в плане аналитики данных и использования данных у нас еще вот такой большой-большой вопрос, как с этим работать, но за этим, за этим будущее, за этим, скорее всего, новые источники монетизации, медиа в том числе. Спасибо. Еще, если можно, про Тутбай. Какую роль сыграл все-таки Тутбай в становлении вашего стартапа? Насколько в ваших планах быть дальше вместе или вы видите, что вы вырастаете и становитесь совершенно независимым и самостоятельным медиа? Ну, Тутбай сыграл огромную роль. Я думаю, что мы, тот путь, который мы прошли, мы бы без Тутбая шли гораздо дольше. То есть он такой, хорошим стал акселератором для внутреннего стартапа. Потому что, ну, кроме там инвестирования, в том числе, со стороны Тутбая, значительного в проект экспертиза, помощь с тем, чтобы проект рос быстрее, помощь с аудиторией. Но для нас критически важно, чтобы мы сформировали, и я надеюсь, что мы уже сформировали ту ценность, которая, собственно, добавленная ценность про бизнес. То есть это не потому, что мы рядом с Тутбаем или вместе с Тутбаем, а потому, что мы представляем какую-то свою ценность, свой продукт, своя модель у нас есть. А Тутбай здесь как хороший акселератор, где-то нас дополняет, но где-то уже и мы видим, что мы тоже чем-то можем быть полезны для Тутбая в плане тоже бизнес-аудитории, которая в том числе и клиенты Тутбая, крупные рекламодатели. Вот, поэтому я надеюсь, что в этом году мы в юридическое лицо мы оформимся, то есть в компанию самостоятельно, но это не значит, что мы будем жить по разным квартирам, нет смысла никакого… То есть если есть синергия, если работает это, то почему-то не использовать. Поэтому Тутбай ускорил наш путь. Я думаю, что мы бы, если бы шли этот путь самостоятельно, мы бы там 5 лет потратили. А так вот мы бы прошли, а то и 10, может быть, да, а так за 2 года. Поэтому вот эта культура Тутбайская, которая создана Юрием Зисером, то, что есть внутренние стартапы, и если есть там ребята, которым что-то интересно и что-то хотят, и почему нет, то она очень правильно, ну, в Гугле, то есть там в свое время тоже и во многих крупных компаниях это приветствует. И, конечно, хорошо, когда ты уже не набиваешь там те шишки и не идешь этот путь слишком долго, а ты идешь его достаточно быстро, потому что у тебя, ну, такое мощное плечо есть. Вот. Поэтому я думаю, что треть нашего роста, если не половина, это, да, спасибо Тутбаю и спасибо, может быть, тому, что нам где-то повезло. Повезло, что мы появились в то время, когда печатные издания деловые, они потихоньку стали, ну, как бы скукоживаться. То есть мы видим, что вот переход из эпохи Гутенберга в эпоху Цукерберга, деловые издания, они не очень хорошо, на мой взгляд, в нашей стране пережили, потому что не сделали вовремя, не поменяли вовремя то, что надо было срочно менять. Не пропустили этот тренд, скажем, пропустили, пропустили уже безнадежно. То есть я уже не верю в жизнь печатных изданий, потому что сам работал в них, наших белорусских. И то есть везение. Ну, третье, это, конечно, то, что мы в это очень много с Дмитрием, и сейчас, в принципе, со всей командой очень много вкладываем сил, энергии, собственных амбиций, и очень хотим, чтобы вот получалось. Вот, наверное, три таких комбинации сошлись, и поэтому мы прошли этот путь чуть быстрее, чем могли бы. Ну, хотя еще впереди, там еще нам идти, конечно. Мой последний вопрос. Вы вначале в заповедях говорили бизнес без политики, но какая ваша редакционная политика, если все-таки ценности, которые у вас стоят, как ценности ваши, сталкиваются с политикой, если идеи ценности бизнеса и политика входят в клич? Какова ваша редакционная политика в таких случаях? Ну, когда количество новостей о том, что одного закрыли, второго задержали, третьего посадили, стало каким-то критическим, мы поняли, что, ну, мы же не можем быть в Швейцарии и в отдельно взятой Беларуси, да, то есть там говорить только про темы внутреннего сугубо бизнеса, если это волнует действительно весь бизнес. И когда мы это поняли, то есть у нас и появились какие-то и прикладные статьи, как вести себя правильно на допросах, такие лайфхаки, да, которых раньше у нас не было, появились какие-то колонки. Я в том числе написал там свое видение, что, конечно, это не способствует формированию здоровой экосистемы, не способствует ни развитию бизнеса, ни развитию страны, то есть вот то, что происходит. Еще мнение по этому поводу у нас авторитетных наших бизнесменов публиковались, поэтому, ну, как бы отмежевываться там, ставить стену, что вот эта политика, мы про это не пишем, потому что это новости для крупных порталов. Мы поняли, что мы не можем, к сожалению, не можем, и мы не можем не реагировать на это, мы не можем не писать про это, не говорить про это. Поэтому вот эту, как бы, заповедь, которая была, я думаю, что мы ее на нашем внутреннем конституционном референдуме, скорее всего, пересмотрим и как-то просто ее уберем, наверное, потому что иногда надо реагировать. Да, увы, иногда надо реагировать, слишком просто ставить вопросы, вполне очевидные, которые, ну, надо ставить, потому что, как издание, ну, мы транслируем некие принципы тоже на рынок, мы транслируем какие-то ценности гуманистические, и нельзя полностью вот превращаться в, я говорю, в такую вот беспроблемную какую-то Швейцарию. У меня уточнение еще вопрос к тому, что было сказано. Виталий, если, точнее, не так, задам, вы говорили про то, что одна из миссий про бизнес это формирование проактивного такого предпринимателя. Этот проактивный предприниматель, он по, согласно миссии, опять-таки, ценностям про бизнеса должен реализовывать свои амбиции внутри Беларуси, или если вот так вот меняется среда, меняются рамки, о которых мы сейчас рассказывали, вы рассказывали, эта проактивность транслируется, условно говоря, посыл про бизнеса транслируется уже иначе. Мир большой, реализуйте себя везде. Да, мы переосмыслили некоторые свои вещи, потому что изначально мы говорили о том, что вообще в Беларуси еще много незанятых для бизнеса ниш, несделанных вещей, ну и, я не знаю, поднимите руку, кто очень доволен сервисом в Беларуси. Все устраивает. Такси, кафе, магазины, никого не устраивает. То есть в плане сервиса, какой-то внутренней работы бизнеса, внутренней эффективности, еще не початый край работы, и можно, конечно, говорить про плохой бизнес-климат, девальвация и прочее, но действительно там уровень конкуренции, уровень внутренней эффективности, он гораздо ниже, чем на развитых рынках. И мы на этом фокусировались, что вот вместо того, чтобы там сетовать на обстоятельства, давайте сначала научимся хорошо обслуживать людей в своей стране, научимся зарабатывать. И вообще в Беларуси много тем для бизнеса, и есть же успешные проекты мирового уровня, которые подают пример. Но поскольку вот эти настроения бизнеса и миграции, они очень усилились в последнее время, мы это ощущаем, и иногда шутим, что может нам Курпунт на Кипре открыть, или там Курпунт открыть, не знаю, в США или в Лондоне, потому что действительно уезжают многие люди. Мы поняли, что, опять же, сошлюсь на израильский опыт, есть хорошая фраза, что Израиль – это не территория, это состояние ума. Ну, то есть как бы евреев много по всему миру, и, в общем-то, это хорошо. Почему? Потому что они очень поддерживают то, что происходит в самом Израиле, потому что это некая тоже комьюнити. И, на наш взгляд, сейчас мы понимаем, что важно служить таким мостиком между теми белорусскими предпринимателями, которые есть здесь в стране, продолжают работать, несмотря ни на что, или у них позиция такая, это абсолютно понятно, нормально. И мы тоже здесь. Но чтобы не потерять вот эти ниточки с теми людьми, которые сейчас за пределами страны. Чтобы вот это комьюнити, оно было. Потому что времена меняются, на самом деле. И меняются иногда очень быстро, быстрее, чем мы думаем. Очень важно это комьюнити сохранить, чтобы эти люди потом и капиталы инвестировали сюда, и экспертизу, и тот международный уже наработанный опыт и связи, которые у них есть, и они тоже каким-то образом были полезны. Это первое. Второе, глобальный общий тренд, то, что размывается вот это вот тоже, мы опять же живем в интересное время, когда размывается эта матрица стран, распределение по национальному признаку, по территориальному признаку, то есть все больше мир становится глобальным, все более он становится динамичным. И в принципе там агитируясь, что вот надо только вот быть здесь, жить в Беларуси, на сегодня я не могу. То есть я сам придерживаюсь того принципа, что мы работаем здесь, в этой стране, и это там моя страна, наша страна, но понимаем, что те, кто уехали, это нормально осознанный выбор, важно их не потерять, важно эти связи, пусть они приезжают на форумы, пусть они что-то пишут, пусть как-то вот эта комьюнити, оно развивается, и уверен, что это очень такая работа где-то там на будущее, наверное, верю в это. Виталий, добрый вечер еще раз. Еще немного масштабирования и выходе за рамки. Вот мы говорили здесь о том, что хочется в Минске видеть какие-то мероприятия международного уровня, оффлайн-мероприятия, мы говорили о безвизовом режиме. В связи с этим вопрос, когда ProBusiness проведет в Минске свое первое полностью англоязычное мероприятие, на которое какие-то иностранцы с запада в первую очередь могут приехать, и насколько большую, по-вашему, часть белорусской аудитории и белорусского бизнеса это сразу отсечет, и что это за аудитория, для которой английский язык это преграда сейчас в бизнесе? Я вам сейчас страшную цифру раскрою, только нигде ее, пожалуйста, не говорить никому. Ну, поскольку у нас вот на одном из ближайших событий англоязычный спикер, мы всех, кто регистрируется, опрашиваем, вам нужен сохранный перевод или не нужен с английского на русский. Ну, наши известные айтишники говорят, я хочу слушать Насима Талеба в оригинале, но больше 90% это элита нашего бизнеса говорит, мне обязательно нужен сохранный перевод. Более того, наверное, мне сегодня тоже еще нужен сохранный перевод, хотя прогресс определенный в языке есть, и там на уровне advanced, я думаю, что в ближайшие месяцы уже уверенно выйду. Поэтому, если учет значительную аудиторию, если событие сугубо на английском не предусматривает перевода на русский. Айти-сектор, то есть, скорее всего, это будет событие айти-тематики, потому что айти-сектор наиболее интегрирован в международный рынок, он, в принципе, в нем живет, и понятно, что каждый день они общаются на английском, и вот почему мы много пишем про айтишников, нам кажется, это важным, потому что это, знаете, такой ретранслятор вот оттуда из центров мировых компетенций, каких-то важных практик, вещей, пониманий английского того же на наш рынок. То есть, это люди, которые формируют будущее и в других индустриях. Поэтому идея хорошая, скорее всего, это будут мероприятия или айти-тематики, или венчурной тематики, вот что-то с этим связано. Ну, и верим в то, что ведь 90% это еще и хорошая новость, потому что, значит, все-таки этот уровень будет знающих английский в нас расти, бизнес будет все более интернационализироваться, и значит, что и для нашего бизнеса, в том числе, события полностью англоязычные мы сможем делать, будем делать. И тут еще был один вопрос, да? Добрый вечер. Меня зовут Максим, интернет-журнал CityDoc. Хотел бы... Очень приятно. Взаимно. Хотел бы уточнить такой вопрос. То есть, мы говорим про Беларусь, мы говорим про Израиль, в частности, и, насколько мне известно, в Израиле в медиасфере нет никаких ограничений, например, про какие-то обозначения рекламных статей и прочее, прочее, прочее. То есть, в сравнении с белорусским законодательством, которое отчасти может быть довольно строгое, то есть, нужно помечать, нужно ставить ОНП, мы все говорим про нативные проекты, в которых мы честно признаемся о том, откуда у нас деньги на ту или иную статью. Мы не забываем в то же время, что в Израиле, как вы сказали в самом начале, абсолютно убогий дизайн, и, в принципе, там никто не заморачивается на этом, там пользуются услугами. Убогий дизайн, это там, чтобы правильно быть понятым, некоторых проектах на внутренний рынок, потому что рынок как бы небольшой, и никто не заморачивается. Абсолютно. Самые умные ушли на экспорт, поэтому, в том числе. Так или иначе, но вопрос просто в том, что, как вы считаете, насколько ваше мнение как бы есть по поводу того, что, если бы мы в Беларуси не имели жесткого такого законодательства, насколько было бы здорово, если бы рынок развивался сам собой, и на внутреннем рынке мы бы проходили сначала этап убогого дизайна, а потом росли бы вверх. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что здорово, что здесь CityDoc, потому что, мне кажется, один из ярких медийных проектов в Беларуси. Вам больше лет, чем нам, чем про бизнес, но вот именно нишу, то есть город, территорию, вы освоили очень хорошо. И то, что вопрос понятен, потому что нативная реклама спецпроекта, это вот то, как мне кажется, в чем у вас основная монетизация. Конечно, у нас много ограничений совершенно непонятных, например, в России можно в Facebook продавать рекламу, а у нас нельзя почему-то, потому что Facebook, значит, не зарегистрирован, у него здесь нету представительства, и там доменное имя Facebook.com, то есть оно не Facebook.buy, и нельзя. Почему нельзя? Потому что, да, ну и там ограничения в плане там разыграть даже билет, если там вот через соцсети, это тоже надо сначала пойти посоветиться с юристами, не будет ли там расценено, как что-то противоряющее действующему законодательству, поэтому я надеюсь, что вся эта искусственность должна сняться, что, конечно, ну надо тут освободить медиа от вот этого, этой зарегулированности, потому что читатели, все равно выберет, то есть если ему неинтересно, если там слишком много, чересчур много нативного контента, или это не тот контент, который оцепляет, ну он идет с ресурсами и все, то есть будет читать там что-то очень серьезное, там вообще, может без рекламы на платную подписку идет, может быть, или через краудфандинг то, что финансируется, вот, поэтому я думаю, что у нас эти нормы как бы должны быть пересмотрены, должна быть здесь либерализация, и вообще у нас же рынок рекламный очень сильно отстает на душу населения, вы же знаете, там не хуже меня, чем даже там российский рынок, не говоря уже про польский, не говоря уже там про западные рынки, поэтому еще то, что может быть драйвером роста рекламного рынка, это, конечно, увеличение доли там частного капитала, но когда-то это произойдет, будут происходить тех компаний, которым реклама нужна, которые понимают для чего это, которые, в принципе, там живут не на господдержке, ну, то есть понимают, что у них нет поддержки вообще, если они не заработали, не продали свой товар, они обанкротились и закрылись, то вот с ростом этой доли она будет расти так или иначе, потому что, видите, банкротство, господприятия, они уже идут, идут, их будет все больше, неэффективных господприятий будет все больше, хотелось бы, чтобы частного капитала, хорошего частного капитала доля росла и тогда, в общем-то, это хорошее будет новое для нас, для медиа, потому что будет расти рекламный рынок в объемах, ну, и там, если сетидок условно имеет 5% или 2% рынка онлайн рекламы, то пирог увеличится и в деньгах будет больше, но я верю, что так будет. Спасибо. Еще есть вопросы? Нет, здорово. Отлично. Тогда спасибо большое, Виталий, за то, что были сегодня с нами, так честно отвечали на вопросы. Спасибо. Читайте про бизнес, подписывайтесь, если вы еще не подписаны и в то же время следите за нашими анонсами в пресс-клубе, на следующей неделе у нас будет много всего тоже интересного. Например, будет круглый стол на тему предлагаемой реформы избирательной системы в Беларуси. Это состоится 31 марта, анонс вы можете найти на сайте. Также 29 марта будет презентация исследования о гендерном положении дела, гендерном балансе в белорусских медиа. Кажется, должно быть интересно. Презентует шведский институт повышения квалификации журналистов. Опять-таки анонс можете легко найти на странице пресс-клуба. Ну и надеемся увидеть всех вас или хотя бы некоторых из вас 7 апреля. Пока этой информации еще нет и регистрация закрыта, но к нам едет классный гость. Это будет московский интернет-проект Арзамас. Мы очень рады, поэтому следите за анонсом и до встречи. Хорошего вечера. Спасибо. 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 Спасибо.